приветствую вас я конечно не театра да вроде это точно но недавно посмотрел передачу посвященную мерхольду на канале культура классно класснее ну хорошо снятие еще я может не совсем разбираюсь в чем его театральное новаторство но не знать имя мерхольда даже не будучи театралом довольно сложно сейчас нет такой конечно моды а в советской реально действительно была мода портрет мерхольда молодого держать сервант он не родственник но портрет а Хеменгеле тоже очень любили мерхольда это действительно было при том что многие даже не понимали а что же он такого гениально сделал я конечно прочитал после этой передачи грех было не прочитать биографию плюс заодно почитал благо что интернет позволяет различные источники его биографии на сказать чертовски интересная биография чертовски давайте я вам ее расскажу причем чисто официально я думаю очень познавательный сразу говорю он не еврей не надо вот это все с немцев причем литера его родители лютеране но он не захотел не заниматься ни юриспруденцией ни торговлей а захотел быть артистом и понятное дело я не видел его выступления но скорее всего был артист очень известный и скажем популярный его Немиронович Данченко пригласил еще в свой театр в конце девятнадцатого века и в то же время вы представляете блистали произведения Чехова дядя Ваня Вишневый сад и действительно Мерхольд там выступал возможно вы слышали такое понятие как серебряный век но в начале двадцатого века действительно ну как бы был такой успех популярность я сказал российского или русского искусства и балет и театральный кинематограф вот Мерхольд это вот как бы представитель это серебряного века ну в самом случае если верить театральным критикам люди ходили в театр на Мерхольда вот он выступал люди шли смотреть его не спектакль его потом он ушел с театра Немироновича Данченко создал свой театр ездил со стролями и начал уже не только как артист а как режиссер вот здесь произошло то что в общем то наверное происходит с многими талантливыми людьми он действительно как бы воспитанник школы Станиславской Немироновича Данченко то есть метод Станиславского но он начал это отрицать он начал изобретать свое театральное искусство свою театральную режиссеру и на каком-то этапе он так разругался и Станиславским что это было просто но если он Станиславского и вообще метод соответственно считался артроградным консервативным соответственно представители метода Таниславского обзывала Мерхольда сам нехорошим словом так что так бывает бывает но я говорю с артистом это случается и вот наступила революция он ее поддержал безоговорочно ну а не мог не поддержать он был ну в то время как бы такой знаете новатор ему ну он отбрасывал старых тел новое 1918 году он вступил в коммунистическую партию ну ВКПБ скобочка большевиков вступил 17-й год что называется Руслан мало того в его театре он поставил мистерию Бухмаяковского это он в то время считалась такая супер супер революционная постановка там еще получилась такая ситуация что ну сами понимаете театром кушать хочется и он поехал с театром своим на гастроли и получилось так что попал гражданская война и получилось так что город городишко тем был пришли белые и его хотели расстрелять за что за то что он красный режиссер красный театральный режиссер но красный отбили город и его не расстреляли так что тут такая вот ситуация ну смотрите в 1920 году появился его театр но сейчас нужно нести небольшую ясность после революции может слышать такое пролит культ пролитовская культура так вот меркольд один был из сторонников пролитовской культуры мало того ему приписывают хотя некоторые говорят что это все-таки луначарский идеолог такого лозунга все театры все театры академические надо закрыть как буржуазное искусство и воспитать агитаторов театральных режиссеров спитать которые будут ездить по россии там посады и нести театральное искусство понятные пролетариату понятные крестьяна но не знаю если смотрели фильм с молодым табаком там есть такой интересный фильм где он действительно такой агитатор театральный режиссер не имеющий нормального образования но темы там телега с реквизитом и он едет ну как всегда приезжая сначала там красный потом белый потом зеленый но действительно период и ставить спектакли такие ну понятно мало то если возможно слышали 18 19 до 20 годах советская россия лиска тащи советской судьбе было модно ставить такие эпохальные представления на улицах на площадях верхов это все не просто по делам быть сторонником а был сторонником театр отжил классический театр отжил нужно новое яркое но правда 1921 году он все-таки решил что театр нужно уйдет театр ну а потом он назывался театр имени мерхольда и вообще мерхольда а вначале назывался немножко по-разному назывался актер и театр даже по-моему гейтис назад название менялись и вот в этом театре он действительно начал же как режиссер испытывать показывать свои театральные новшества еще я не специалист на то что посмотрел очень интересный плюс почитал другие почитали я так понимаю он внес новое театральное искусство и на сегодняшний момент опять же насколько я так понимаю кто учится на театра на режиссера метод станиславский изучает и метод мерхольда потому что да это действительно большая корня а дальше а обращаю ваше внимание что из театра мерхольда вышли звезды ну аронерска даже когда-то там выступала плюс еще масса других артистов известных которые действительно прошли его театр становление причем у него же там школа была свои уже понимаешь что произошло он уже подготовил как бы плеяду своих режиссеров театральных которые начали учить других театральных режиссеров то есть там это немаловажная ситуация но обращаю ваше внимание мерхольд всегда был коммунистом у него был не просто парк пиле мист хоть его спектакли на сегодняшний момент с точки зрения театрального новаторства это действительно интересно но с точки зрения сюжета их смотреть вы не сможете остался факт что однажды сталин двадцатые года посетил его спектакль который был посвящен смычки в городе деревню вот не осталось никаких четких воспоминаний понравилось стали но не понравилось но посетил вот такие спектакли наставил даже даже когда он ставил брал классику и ставил эти спектакли он как за по пролетарски причесывал помните произведение 12 студий на фильмы смотрели помните как киса в районе со стопом бендером ходили театр помните и как киса удивлялся а где занавесы и почему сюжет так сильно отличается вот это ну понятно это гротески но это такой знаете ртс по театру мерхольд ну ильфу петрову решили так сказать подшутить потому что да действительно театр мерхольдия но занавеси не было но он любил такие плюс декорации блин очень но тут действительно так что вот такая действительно ситуация что дальше он был обласкан советского народным артистом был плюс ко всему понятно мел квартиру дачу там но день знаю машины давали да ну короче он был обласкан плюс вы же сами понимаете без государственного финансирования не помню в каком году по моему 28 и театр стал академическим то есть своим словам за счет госбюджета его финансировал то есть его не интересовала касса ну и для него как для театрального режиссера это было классно то есть ее интересовало есть ли или нет потому что ему интересно было творить а знаете касса же надавит так что у него все было и почему так все произошло по и мало того ему разрешали выезжать на гастроли за границу выезжал это тоже там все рухнуло почему ну опять же сразу вышел действие почитаете в некоторых там википедии так дальше то считается что сталин там его но если вот опять же почитать других вспоминания и поле детально знаете тут станет точно не причем серьезно нет есть такие действительно представители искусства поэты писали которых стали уничтожить спорить не буду он лишь там у нее лично это было лично как бы не мне нравиться у него действительно там по лагерям фактически но мерхольд открыли красота ли здесь данном случае никакой типа давай сейчас моего мочи нету такого красного не было не было здесь действительно можно ставим процент что он но не по мерхольду то не мог него но тут красный пролетарский правильный коммунист куда дальше куда тем более еще раз говорю и спектакли были абсолютно идейно чертки бессмысленные глупые но идейно правильные но с дом театральными методами представления это факт что же ее погубило ну я говорю вы можете почитать что ее погубило что поставил даму с камелиями и сталин пришел а еще обращение он очень хотел чтобы сталин ходил на спектакль ужасно пролагал массу усилий он очень обижался когда но это было сложно и вот на одном из даму камели и сталин не понравилось после этого театралы расходятся с мнением понравилось ставлю не понравилось потому что некоторые говорят что да то есть скажем а так сталин не достигал спектакль скажем помните понимаете станет же тоже был не театрал прямой скорее всего какие-то новые него он не понял по этой причине там еще писали но просто когда сталин не понравилось резко написали все пока этими письма сказали что мы исправимся тогда что есть все было исправлено то есть поймите мерхольд был до мозга костей коммунист но все-таки он был действительно великий театральный режиссер а как всегда это бывает знаете как великий сад не замечает мелко сталин когда уже стал при власти ну как бы скажем так не скучно приказал но метод станиславского стал главным всего точки зрения соц реализм это вот метод станиславского перхольд это не заметил или не захотел потому что он был противник в результате мало то что мерхольд очень много а еще в чем проблема он же талантлив по этой причине он в на случай говорил правду ругался имел столько врагов театральное окружение чтобы уже милость вы представляете вот когда ты критикуешь другой метод сайте как только только они увидели что ветер не в ту сторону начали писать доносы 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 дописал не стали соли те артисты режиссеры тех которые знали мерхольда которых мерхольд они писали они писали там конечно он же был довольно старт его что-то избивали пытали осталось письмо которое написал молотова надежда что молотова ее спасет ну как вы понимаете письмо осталось в архивах на чем не обвиняли нет молотова даже в общем-то сознал ну как бы то что не отказывался но все вы правильно поняли понятное дело что когда троцкий был главой рвс при воинсовета а еще выше мерхольд уже что-то был звездой плюс политкульт так дальше да действительно троцкий был на представлении мало то были проводили там же это модно блатке пахальные представления с большим количеством массовых людей зрителей артистов да действительно некоторые случаях троцкий оказывал помощь для того чтобы сделать представление на площади выделял даже кавалеры выделял оружие солдат чтобы сделать такой был значит ответ кто троцкий если с нашли знакомого мерхольда причем они 3 стал это знакомо знал действительно причем с ним там чуть ли не с 19 века знаку который как понятно по показаниям же нквд он естественно казался троцкистом который завербовал мерхольда в 20-е годы естественно возникает просто что вербовать если посмотреть пьесы мерхольда там нет какой троцкист там верная служба сталину какой троцкист расстреляли конечно расстреляли атаку думаю так и получается великий режиссер великий артист но политики играть он не умел во время не сориентировался если бы сориентировался и начал бы сказал да мой метод ошибочно а вот метод станиславский дожил бы наверно до глубокой старости хотя наверное бы ему было очень сложно как артисту признать что его метод неудачный а метод который он как бы критиковал значит вот такой этот стали вот такая-то советский союз с